Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! Дайте, пожалуйста, в чат 10, что видно и слышно хорошо. Спасибо вам большое! Рада вас приветствовать на этой чудесной встрече. Меня зовут Елена Тарарина. И для меня большая честь сегодня выступать здесь, потому что любое событие, которое предполагает раскрытие сердца и хотя бы маленькое размышление о ком-то кроме себя, если сравнить это событие с тем, что мы могли усыпать всю нашу землю драгоценными камнями, то это событие сильнее. Потому что так мало у человека есть возможности в этой жизни открыть своё сердце. Обычно эти возможности происходят, когда мы теряем что-то очень дорогое для нас или когда обретаем что-то, чего мы очень сильно хотим. И сегодня на этой встрече я буду говорить о родительстве как о ценности, буду говорить о жизни как о ценности. И я искренне надеюсь, что каждый из нас, присутствующих здесь сегодня, найдёт для себя необходимую мысль, идею, ценность и направление, и услышит историю, которая поможет нам, находясь в той точке, в которой каждый из нас находится, на своём пути сделать правильное движение следующее. Я лишь скажу, что я мама двоих детей, автор 27 книг, и уже более 20 лет я занимаюсь тем, что обучаю людей. Людей я обучаю в 55 странах мира, благодаря нашей команде и Татьяне Курганской в частности. У нас есть возможность коснуться всех этих стран, которые вы видите на экране, в онлайн-обучении в нашей компании. Самая большая проблема человека, который устремился к радости и счастью, заключается в том, что каждый вечер он сидит навстречу своей мечте и ничего не делает. У нас у всех с вами огромный потенциал, но почему-то обычно мы его не выбираем. Мы не ходим на выборы и не отправляем в ящик бюллетень, благодаря которому мы выбираем сами себя. Обычно мы выбираем что-то другое, мнение матери, отца, мнение других людей, нашего партнёра, их ценности, интересы. Жить для других людей, выполняя их потребности, и выполняя их ожидания гораздо проще. Поставьте в чат 3+, и кто понимает, о чём я говорю. Гораздо проще жить в ответ на потребность другого человека, потому что там всё ясно, там всё понятно, и вроде как бы ничего тебя не отвлекает. И гораздо сложнее стать счастлива внутри, потому что жизнь наша, к сожалению, наполнена страданиями, болезнями, смертью. И независимо от того, какие сложные ситуации происходят в нашей жизни, мы должны быть готовы принять этот вызов и ответить на него. И мой мастер-класс о том, как это сделать, как принять этот вызов, часто очень непростой. Заставкой моего рабочего стола уже очень давно является картинка о том, что страдать нужно правильно. И в этот момент многие люди говорят, ну, Елена Владимировна, вы как бы не правы, зачем страдать? Вообще-то хорошо бы не страдать совсем. И здесь я могу лишь прокомментировать, что человек — это такое существо, которое так устроено, что оно не может не страдать. Мы всё время стремимся выбрать отношения, дело, способ самовыражения, речь, которые причиняют нам боль. И на первой картинке вы видите способность страдать через слёзы, боль, переживания. На второй картинке человеку тоже не сладко, но его страдание его развивает. И это вопрос нашего отношения. Это вопрос нашей позиции — гражданской, личностной, гендерной, родительской. Какую позицию обычно выбираете вы по жизни? Позицию страдания, так или иначе. На Земле, к сожалению, время для благости и счастья — это лишь секунды, мгновения. Мы так хотим их все продлить. Но это практически невозможно. Поэтому, чтобы жить в радости, нам жизненно необходимо… Здравствуйте, Анастасия. Жизненно необходимо просто научиться страдать правильно, правильно выбирать свои страдания. Итак, первая графа мастер-класса «Баланс брать-давать», как это о нас. Каждый раз, когда мы думаем о себе, обычно мы себя недооцениваем. Есть известный эксперимент, когда людей пригласили, и за ширмой находился художник. и люди себя описывали. И художник по словам писал их портрет. А потом пригласили другого человека и попросили его описать, того человека, который только что сам себя описывал. И художник написал второй портрет по словам этого второго человека. Таким образом, мы имеем два одинаковых портрета, написанных со слов людей. Первый – со слов человека, который сам себя характеризовал. Второй портрет – со слов человека, который описывал другого человека. И эксперимент дал поразительный результат. Как оказалось, дорогие друзья, все участники эксперимента описывали себя скромно, блекло, невыразительно. А те люди, которые описывали этих людей, со стороны, они были более доброжелательны, они были менее критичны, они были более позитивно настроены. И теперь мой вопрос к вам. Что должно произойти в вашей жизни? Какая пиар-компания и маркетинговый ход должны быть воплощены, чтобы вам была продана идея, что ликовать эту жизнь, праздновать эту жизнь, быть благодарным за эту жизнь, и что счастье – жить, и оно у вас есть. И мы всё ждём, что начнётся эта акция «Продай мне моё собственное счастье». но она всё не начинается. Кому-то уже 20, кому-то 30, кому-то 40. Время идёт. И в преддверии этой конференции было очень много дискуссий о формулировках и терминах. «Продай мне моё собственное счастье». Я хочу сказать, что для меня особенный – это про меня. «Продай мне моё собственное счастье». Я становлюсь особенной, когда вчера я проводила занятия для воинов АТО, людей с абсолютно травмированной психикой. Я становлюсь особенной, когда два дня назад я навещала одинокую, больную, лежачую бабушку, которой некому борщ подогреть, чтобы он был горячим, чтобы хотя бы раз в день поесть тёплую пищу. Я становлюсь особенной, когда вместе с ребятами мы создали проект по кормлению бездомных людей. Вы понимаете, о чём я говорю? Фокус надо в другую сторону повернуть. Абсолютно бессмысленны любые дебаты о формулировках, потому что особенный – это я. И я могу быть обычным, как все, и это очень просто. Игнорировать боль других людей, спешить, пробегать, не подавать руку тому, кто упал. Быть обычным очень просто и легко, как все. А быть особенным – сложно. И эта конференция, эта встреча, которую организовала Татьяна, её команда, на которой выступают мои коллеги и уважаемые друзья, она об этом. Она об этом. И если у людей есть время тратить время на выяснение формулировок, то это пустое транжирство жизни, потому что в это время нужно делать другие вещи. И все войны в этом мире, и все кровавые дебаты между конфессиями, только потому, что под одними и теми же словами люди понимают разные вещи. И на этой встрече сегодня мы вас приглашаем посмотреть на это вообще с третьей стороны, потому что мудрость, она неочевидна, и к ней надо прийти. Это очень важно. Обычно человеку очень сильно заваливает жадность. Мы так сильно хотим всё себе побольше внимания, еды, поглаживаний, теплоты, чтобы меня заметили, чтобы меня поблагодарили. У каждого из нас есть свои тёмные стороны. и один мой друг говорит, люди все, конечно, разные и уникальные, а вот грехи у всех людей одинаковые. И когда мы с вами говорим о радости, то мы предполагаем два крыла. Первое крыло — это больше делать хорошего, а второе крыло — это работать над тем, чтобы перестать делать плохое. А мы продолжаем это делать. Мы продолжаем критиковать. И когда мы говорим о сложных жизненных ситуациях, в которые попадают люди, мы говорим о том, что они разрушают наше сердце. Они делают его каменным. И есть очень известная история о том, как во время войны китайские солдаты попали на территорию другой страны. Это были партизаны, это были люди, которые умели прекрасно маскироваться. и они находили стратегически важные объекты врага и поражали их. И война закончилась. А этот отряд, который был высажен, дислоцирован на отдалённую территорию, не знал о том, что закончилась война. И они продолжали свою партизанскую работу, подрывы, поджоги. И так продолжалось. Говоды жителей этого края уже говорят, да что ж, давайте уже как-то им объясним, что всё закончилось, пусть возвращаются к себе домой. И они сбрасывали с вертолёта листовки о том, что, ребята, война закончена, всё, возвращайтесь, сдавайтесь, ходите, доставим вас домой. Но партизаны подумали, что это ход для того, чтобы их выманить. И ещё полгода они не выходили. И потом китайское правительство нашло родственников. И родственники ходили, их искали. Но партизаны подумали, что это тоже особый ход, чтобы их выманить. И китайцы поняли, что только тот генерал, генерал, который дал этому офицеру приказ тогда на войне защищать, может убедить этого старого воина. И этот полустарый генерал, еле двигающийся уже, был доставлен в эту местность. И оставшиеся несколько солдат прошло очень много лет. Вышли, начищены, практически не испортившиеся от времени в форме, отдали честь своему генералу. И только тогда они поверили в то, что уже много лет назад война закончилась. Как эта история про нас с вами? У жизни каждого из нас происходят сложные ситуации. наши родные и близкие болеют. Мы болеем. Мы теряем, казалось бы, самое драгоценное, что у нас есть. И для того, чтобы выстоять, выжить, наше подсознание взращивает воинов, которые нас защищают, чтобы наше сердце не разорвалось. Идёт время, мы вырастаем, мурашки просто. Мы вырастаем и становимся взрослыми дядями и тётями. А у нас в сердце по-прежнему идёт война. И наши внутренние воины, которые там в детстве, в тех тяжёлых, сложных ситуациях, когда мы узнали о каком-то горе и сломались, наши внутренние воины продолжают эту внутреннюю войну. И это причина, по которой у нас нет радости. Это причина, по которой мы не можем прикоснуться к своей реализации, найти своё призвание. Мы постоянно недовольны, нам постоянно чего-то не хватает. Нам постоянно нужна еда, секса, чтобы нас хвалили. всё. Три кита. Я уверена, что люди, которые создавали эту конференцию, им это не нравится, они хотят что-то изменить. Идея о жадности внутренних воинах приводит нам к мысли о том, что мы должны этих внутренних воинов обнаружить. для этого помогают такие встречи, беседы со старшими студентами, которые уже сделали какую-то работу, преодолели какие-то сложности. Это очень важно встречаться, собираться вместе с друзьями, коллегами. И пока мы с вами не отправим своих внутренних воинов на пенсию, у нас внутри, в нашем сердце, будут постоянные поджоги, пожары, и мы сами будем не понимать, откуда же столько боли в нашем сердце и что с ней делать. Поэтому я вас очень призываю, говоря о балансе брать и давать, не превращаться в рабов, которые снимают с себя кожу служа чьей-то жизни. Вы ангелы, у ангела должен быть свой дом, хороший сон, полезная еда, отдых. Вы пока еще ангелы в теле человека. Вам нужен отдых. За 10 лет своего материнства я убедилась, что только отдохнувшая мама может быть мамой. Как только я устаю, я сейчас буду договорить о себе. Возможно, у вас по-другому. Я перехожу черту. Я становлюсь мачехой, теткой на работе, железобетонной подводной лодкой, которая прет, несмотря на что. У меня еще есть много чудесных ролей. Но в этот момент я не могу быть мамой. Я очень приглашаю вас в Новом году, раз уж мы в преддверии вагонних праздников с вами встречаемся. поставить себе задачу обнаружить своих внутренних воинов, которые уже не нужны им, встретиться с ними, поблагодарить, отдать им честь и с благодарностью отправить их на пенсию, потому что иначе война в сердце не закончится никогда. что или кто нас истощает. Нас истощает то, что мы думаем, что события, которые происходят в нашей жизни, это наказание. на самом деле в книге книг сказано, что всё, что нам необходимо для счастья, всегда лежит у нас под ногами. И поэтому так важно быть довольными тем, что есть. Понимать, что ситуация так раскрылась сейчас, потому что для меня это самое правильное. и это не всегда приятно. Часто это очень больно. И вопрос о том, что меня истощает, очень важный. Когда мы стремимся доказывать свою правоту, мы теряем энергию. Никогда не вступайте в дебаты с человеком, который не хочет найти истину. Есть люди, которые считают, что есть их мнение и неправильное. Убеждать этих людей нельзя. Но да, можно, что жить так, чтобы та правда, которую вы исповедуете, стала причиной, за которой люди придут к вам и скажут, а во что ты веришь, а как ты живешь? Расскажи мне, а что ты веришь, какие твои принципы? И независимо от того, какие проблемы происходят в нашей жизни, мы должны быть примером своей веры и своей внутренней устойчивости, своей внутренней силы. Я приглашаю вас записать три вопроса, а потом с чашкой чая письменно дать на них ответы. Это первый шаг к поиску и обнаружению своих внутренних воинов. Страдание ребенка начинается с войны в мамином сердце. Страдание ребенка начинается с того, что папа в своем сердце берет оружие. И это может быть даже в том, что родители принимают решение, что кто-то в сложной ситуации жертвы. Иногда жертвует ребенок, иногда жертвует родитель, иногда оба. Три вопросы. Как я оказался там, где я есть? В чем мне давно пора перестать ждать одобрения, похвалы? Что столкновение с самим собой значит для меня? Что для меня обзначает встретиться с самим собой? Это очень сложный вопрос для многих. Вот для меня сегодня встреча с самим собой, у меня новые брекеты, и я в них шепелявлю. И мне это, я вам скажу честно, не нравится. Меня это даже раздражает. Но когда передо мной стоял вопрос выступить на этой встрече, познакомиться с вами или остаться этот час в нишепелявине я выбрала первое. Потому что то, что здесь происходит важнее, чем сейчас моя встреча с вот этим. Понимаете? Неважно, как ты выглядишь со стороны, важно, что происходит в этот момент в сердце. я очень рекомендую вам обратить внимание на курс, который называется «Исцеление отношений с мамой». Он будет полезен для взрослых, у которых есть вопросы к своим мамам. Для меня это очень ценный курс. И мне кажется, что вы тоже его оцените по достоинству. гармоничные отношения с нашими мамами это первая дверь, это вход. Без хороших отношений с мамами полноценное чувство счастья невозможно. И нам очень важно с нашими мамами разобраться. И не важно, они еще живы или они уже в другом мире, в другом пространстве. Это не имеет никакого значения, потому что диалоги со своими мамами мы всегда ведем в своем сознании. Часто так бывает, что когда мы сталкиваемся с какими-то тяжелыми вещами, нам кажется, что мы не справимся, что мы упадем, что мы не потянем, что горе случилось именно с нами и за что нам вообще такое. Проблемы и сложности лишь показывают нам, кто мы есть. Воспитайте человека в крайней нищете и вы получите Авраама Линкольна. Поразите человека детским параличом и у вас вырастет Франкл Розвельт. Устройте пожар в школе, нанесите тяжелейшие ожоги и травмы парню, скажите, что он никогда не будет ходить и получите Глена Каннингема, который установил в 34 года мировой рекорд. Сделайте глухим гениального композитора и у вас получится Людвиг Ван Бетховен. Отправьте свой сценарий в лучшую компанию Голливуда четыре раза и получите отказ. И вы станете Сильвестром Сталлоне и снимете прекрасный фильм Рокки. В десять лет из-за бедности он не мог ходить в школу. Ему пришлось оставить школу, чтобы идти работать. Его зовут Банджамин Франклин. Выгоните в детстве ребенка из художественной школы. Скажите, что он бездарность, что его рисунки смешны и нелепы. И вы получите Уолта Диснея. Возьмите выжившего первенца из итальянской бедной семьи, где было 18 летей. Устройте ему тяжелое детство и вы получите Энрико Коррозо. Назовите ребенка недоразвитым, непригодным для обучения и вы получите Альберта Эйнштейна. Скажите молодому парню на X-Factor Украина в 2014 году, что у него нет талантов и способностей, что у него не получится. Скажите, что он слаб, как вокалист. Танцует неплохо, но слаб. Скажите, Дима, ты не тянешь. Вы получите Дмитрия Монатика, который собрал 10 тысяч олимпийских. Отклоните 10 раз заявление на поступление в Гарвард студента и вы получите Джека Ма, основателя огромной компании Альберта. Возьмите девочку, у которой одна нога была чуть короче другой. Вы получите летящую походку Мерлин Монроу. Возьмите взрослого мужчину, отнимите жизнь у его ребенка. Дайте ему жену с алкоголизмом, который разобьется в автокатастрофе и получите гениального океана Ревзе. Это напоминает нам, что гонение это не всегда плохо. Притеснение не всегда приходит, приводит нас к плохим результатам. Иногда проблемы, с которыми мы сталкиваемся, это Божий способ выжигать шлаки из нашей жизни, чтобы золото поднялось на поверхность. Все, что происходит в моей жизни, происходит лишь только потому, что я должен оказаться там, где я сейчас, потому что именно там Бог решил благословить меня. Мы бы очень хотели, чтобы вы сейчас почувствовали огромную благодарность к себе за тысячи и сотни невероятных минут, которые, я уверена, все, кто пришли сегодня на эту встречу, будут смотреть в записи, посвятили счастью других людей. Испытайте радость, ад от рая отличается тем, что в аду мы не можем помогать другим людям. И наше человеческое существование — это срединный путь между радом и аром, между раем и адом. каждый из нас сам выбирает, куда он пойдет, как поступит со своей жизнью и как всё сложится, выбираем только мы. Это классно. В этом большая сила. Какие же они алгоритмы счастье строения? Преображение и изменение есть работа спасения. чудо — это изменение того, как мы думаем. Почему люди не верят в чудеса? Ведь мы все сюда пришли, потому что мы в них верим. В нашем мировоззрении обычно нет места чуду. Сверхъестественное становится частью нашего мировоззрения лишь тогда, когда у нас в этом есть потребность. сама идея чуда очень дерзкая. Но однажды великого в нашей жизни станет так много, что нам не потребуются чудеса. Если у нас есть желание жить, это похоже на дипломатическую неприкосновенность. Если у нас есть вера, это дипломатическая неприкосновенность. Каждый раз представьте, что вы посол Америки, например, в Китае, и вы едете на машине в Китае, вас останавливают, вы нарушили правила, но вы посол, у вас есть дипломатическая неприкосновенность, вы едете дальше, конечно, стараясь больше не нарушать. И люди, у которых есть вера и желание жить, они каким-то волшебным образом получают суперчулеса в своей жизни. Лекарство, которое не должно помочь, помогает. Лекарство, которого невозможно найти, вдруг находится. человек, который, казалось бы, потерялся, нашелся. А тот, кому сказали, что все ожил. И вы знаете людей, у которых такие в жизни происходят дипломатические неприкосновенности. Наша вера, наша добродетель, наши хорошие дела никуда не стираются. И все вовремя приехавшие маршрутки, вовремя позвонившие люди, оказавшие помощь, это результат нашей благости, нашей человечности, нашего доброго выбора. Очень важно, чтобы сегодня вы поняли, кто вы и порадовались тому, как много чудес в вашей жизни, что счастье — это есть работа чуда. Еще очень важный момент, он заключается в том, что изменения могут произойти с человеком только тогда, когда человек прощен. Я приглашаю вас простить себя. Я приглашаю вас дружить с людьми, которые вас вдохновляют. и если они люди с большой буквы, они будут с вами дружить, потому что они люди с большой буквы. Друзья, это один из мощнейших фундаментов счастья строения. Любите свое тело. Два года назад я весила на 22 килограмма больше. Как мне было, некоторым нравится. Мне было не очень. Много ли я сделала, чтобы быть так, как сейчас? Да. Хвастаюсь ли я этим? Нет. Почему я вам сейчас об этом говорю? Это возможно. Но семь лет до этого для меня это было невозможно. Я знаю людей, у которых есть мечты, которые много лет невозможны. И тому большой пример Татьяна Курганская, которая просто прожив треть своей жизни поменяла все, развернулась на 180 градусов. Сделала этот поворот, прыгнула без спасательного круга в океан, ее накрыла, но она не променяла океан на лужи и поэтому спаслась. Очень важно давать своему телу здоровую пищу здоровый сон. Здоровый сон — это самые важные награды для нашего тела. Поэтому алгоритмом счастьестроения здоровый сон является обязателем. Мы говорим, что важно стать хорошей дольной коровой, научиться есть траву и в своем сердце превращать это в целительное молоко. Травой вы не накормите ребенка, а молоком накормите. И мы, люди, живущие сейчас, должны обвязаны принимать принимать что есть, работать с теми ситуациями, которые есть, и перерабатывать, переваривать, трансформировать, стать хорошей дольной коровы. «Все, что от тебя исходит, к тебе и возвращается», говорим мы. «Я причина счастья и несчастья в этом мире. и все, что нужно делать, это работать над собой. Для меня это высшее блаженство, когда я могу просто посидеть в тишине, в уединении. И в этом году мне удалось сделать пятидневный молчаливый ретрит с выключенными телефонами в полной изоляции. И я помню несколько вдохов, когда я была очень счастлива. Как счастлива не была, может быть, никогда. И я поняла, как глубоко я ухожу от себя, живя в этом гаджетизированном современном мире цивилизации. И что в этом мире я только хочу. Хочу, 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 хочу. Я, 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 мне, 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 моё, моё, моё. А там, в том мире, где не было этого мира. Я поняла, что в этом всём есть, оказывается, другая Лена. И вам искренне желаю спланировать для себя уединение и отдых. Это основа вашего духовного фундамента, вашего устойчивого настроения. 11 лет работая школьным психологом, я вывела для себя формулу о том, что самый главный подарок, который родители могут преподнести своим детям, это устойчивое эмоциональное состояние. Когда мы спокойнее предсказуемы наши дети счастливы с нами. ещё добавлю, они здоровы. Перестать доказывать кому-то что-то своему мужу, своему бывшему, своей маме, своему папе, Богу, себе. Просто живите. Не надо ставить суперцели, просто живите. Очень важно дать ответ на вопрос «Во что вы верите? Каких людей, в какие ценности? Как зовут вашего Бога? Какое его имя? Что для вас означает вера в себя? Может быть, есть ещё какой-то ваш вариант? Первый из источников счастья — это друзья. Второй из источников счастья — это ставить мнение других на второе место, жить своей жизнью. Властью, данной мне, я выбираю так. Третий источник для счастья — это правда из своей глубины. Это когда мы что-то хотим от детей, мы должны сами так жить. Есть известная история о том, как бабушка привела девочку к батюшке и говорит, «Батюшка, Катя есть очень много сладкого, скажите ей, чтобы она не ела». Батюшка посмотрел на Катю и говорит, «Приходите через неделю». Они приходят через неделю, а батюшка им говорит, «Приходите через месяц». Бабушка так удивилась, «Мне приходят еще через месяц». И батюшка говорит Кате, «Катя, не ешь много сладкого, зубов и болеть». Благословил ее и разворачивается, чтобы уйти. Бабушка в шоке, она говорит, «Батюшка, а вы что, не могли месяц и неделю назад то же самое сказать?» А батюшка говорит, «Я не мог». Потому что когда вы меня попросили, я был сам зависим от сладкого. Если бы я тогда сказал ребенку, это бы ему не помогло, в моих словах не было истины. Я думала, что недели мне хватит, чтобы избавиться от пристрасти к сладкому, но я не смог. А вот за месяц у меня получилось сладкого есть меньше. И теперь мои слова, сказанные ребенку, действительно обладают силой». поставьте в чат триплюсы, что вы услышали о том, как важна сила слова, как она важна, как мало мы этому придаем значение. И это причина того, почему наши дети с 28 раза откликаются на наши просьбы, потому что мы с ними в связке, мы с ними рядом. Четвертый источник для счастья это, конечно, творчество. писать картины, вышивать, рисовать, любое творчество. Для вас обязательно это, обязательно. Нельзя выжить в этом мире без творчества. И последний, пятый источник это молитва. Молитва не меняет ситуацию, она меняет нас, пока ситуация не изменится. На какие свои сильные стороны и привычки вы можете опереться сейчас? И на что вы реально сейчас можете повлиять? Еще два важных вопроса, которыми я приглашаю вас поразмыслить, подумать. Мне кажется, они очень сильные для нас. Очень полезные. Бог выбрал тебя быть светом на том месте, где ты есть. Он не ошибается. люди, которые говорят за спиной, там и останутся. Если вы будете встречать тех, кто вас критикует, а таких ангелов очень много, должны понимать, что они просто несчастные люди, потому что счастливым людям некого никого критиковать. Они знают, чтобы сохранить свое состояние счастья, нужно помогать другим быть счастливым. И это именно то, что делают организаторы этой встречи. Они никому ничего не доказывают, они ни с кем не спорят, они просто делают то, что верят. И это истина, и в этом сила. Нужно готовиться к встрече. На фотографии мать Терези. Я мечтаю встретиться с ней. Я верю, что однажды эта встреча произойдет. Думайте о людях, с которыми вы хотели бы выпить кофе. Какие вопросы вы бы вам хотели задать? Поверьте, возможно все. Порою нужен сбой в системе и шаг на ощупь в темноте, а иногда побыть не с теми, чтобы наконец понять, кто те. Моя дочь оставила мне такую записку. Моя дочь усыновленный ребенок три с половиной года назад из детского дома в возрасте семи лет. Она тяжелый ребенок. И я очень тяжелая мама, но вместе весело. в чем ваши опоры? Люди, места, творчество, учителя великое. как вы хотите жить. Вас будут осуждать до конца жизни, поэтому живите как хотите. Не предавайте свои мечты, не изменяйте себе. это космодром Байконур. Это ракеты, которые готовятся к взлету. И каждое утро нужно просыпаться именно так, представляя, что вы сегодня взлетаете в небо. Вы ваш собственный Байконур. Кроме вас у вас нет никого. Есть Бог, но он там встречает и наполняет вас. Вы ваш личный Байконур. Взлетайте. Падайте, вставайте, пробуйте снова. Это все не важно. Важно, чтобы в вашем сердце была вера. То, что у вас есть очень особенное время в этом теле, в этой жизни, в этой семье. И это благость, это радость и счастье. Что я хочу передать как наследие после себя. Пойте песни, пишите стихи, записывайте каверы известных композиций, рисуйте, снимите фильм, психоните, сделайте что-то, зажгите. каждому космосу. Нужен свой Гагарин. И какая-то галактика очень ждет вас. Пропуск в эту галактику только у вас. Не подкачайте. Пусть будет больше света вашей жизни. Меня зовут Елена Тарарина. Я благодарна Татьяне Курганской команде наших спикеров, которые поддерживают это пространство. Я надеюсь, что 50 минут, которые мы с вами провели вместе, наполнили ваше сердце. Я приглашаю вас, друзья, на фейсбуке, в инстаграме, во всех социальных сетях, на ютуб-канал, на наши курсы, проекты. Я думаю, что вы чудесные, открытые, очень красивые, светлые. Помните о том, что особенные мы. Мы люди, когда мы любим. спасибо вам за эту встречу, за теплоту. Вас ждут мои коллеги-спикеры со своими крытыми историями, со своим классным опытом. Они очень хорошие люди и сильные профессионалы, лучшие в своем деле, поэтому они здесь. Обнимаю вас. Спасибо, что были здесь сегодня. Всего вам доброго. я прощаюсь. До свидания.